КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И когда начинают этот пятый угол искать, вот происходят замечательные вещи Как раз нас пытаются какие-то люди заставить увидеть эту ситуацию Как такую, знаете, могильную плиту или такое нечто, вот какое-то озеро Подернутое какой-то ряской со стоячей водой Где все вот так мирно, тихо А ведь это невероятные бездны, это боль, это страшные судьбы Это невероятные конфликты идеологические между этими людьми Это непонятно каким образом и кем сформированы судьбы Я до сих пор не могу понять, почему, так сказать, русские в нашей стране Решили, что все-таки Пушкин наше все Почему не Некрасов наше все? Ведь Некрасов истинно русский национальный поэт, которого я очень люблю И Пушкина очень люблю, но вот как бы Некрасов, мне кажется, русские Ну я не знаю, кто русский или русские, Некрасов или Пушкин Потому что нет этой проблемы Они все русские или русские Потому что вся эта русская классика XIX века, это же не единое поле Это множество, как сказал бы Бахтин, полифонических голосов, спорящих между собой И ведь, собственно говоря, постигая эту классику Почему в один год то пять тарелкиных, то три дяди Вани или там вишневых сада? Потому что видим разное прошлое Обнаруживаем разное прошлое, так же, как обнаруживаем разное настоящее И пытаемся даже предугадать разное будущее Вот эта сложность, вот этот поворот насчет того, кто русские И вот начинают, начинают, начинают с поисков какой-то, кажется, не театральному человеку Ерунды, голоса, ритма, какой-то детали Чего-то такого, что приоткроет этот мир Вот так Додина рассказывала мне Как начиналась постановка важного, первого для него существенной пьесы Островского «Банкрот» И вдруг я читаю, как все так вот, серии перечитываю Вдруг натыкаюсь, значит, на свои люди, сочтемся Читаю с раздражением, потому что ничего не могу понять, рудный язык, как бы сказать Так, ночью, как всегда читаешь, ночью, да, ночью А время приближается, надо что-то, значит, ну, так как-то Все-таки первая пьеса, Тюз, первая пьеса, опять начинаешь перечискивать И вдруг я помню какой-то момент Это тоже очень важно вообще Вот Станиславский когда-то говорил Никогда не читайте первый раз пьесу на извозчике Почему тогда такой был, как бы сказать, синоним пошлости на извозчике Мы читаем в метро, в поезде, в самолете, да Вот, и вот как-то удачно, я вообще не хочу помнить даже этот момент Как-то удачно вдруг, утром какое-то свежая голова И вдруг, ну, как бы это сказать И я вдруг услышал ритм Стал читать в каком-то ритме, в котором вдруг стало все обретать смысл Во-первых, ритм оказался очень современным Чем-то он для меня, я помню вот этот самый монолог Липочки Чем-то вдруг на меня интонациями Высоцкого вдруг зазвучал Такими очень нынешними, сегодняшними, хамскими Тогдашними, я не знаю, сегодняшними, нашими вечными хамскими интонациями И вдруг, и вдруг пьеса стала абсолютно живой Вот Лев Додин к Островскому идет через Высоцкого Как это ни парадоксально, но это нормально Естественно, так же естественно, что Сережа Женовач в малом театре Где классическая пьеса «Горе от ума» отлакирована веками Исполнительской традиции, подходов и пониманий Тоже идет к этой пьесе через изменение ритма Через новые чувства этого ритма На самом деле Грибоедов очень много сделал открытий Он очень много подсказал каких-то новых ходов То надо просто внимательно вчитаться И внимательно почувствовать ритм этого замечательного, удивительного сочинения Потому что опять смеяться над этими старухами Опять посмотреть на обличителя, который почему-то этих стариков все время обличает Но это уже, как-то мне кажется, немножко даже грустно Потому что там есть очень много других мыслей Важных, интересных, глубоких Когда пьеса продолжает жить и дышать, и развиваться Когда конфликты неразрешимы Вот мне кажется, это важное замечание Важное замечание Сергея Женовача Действительно, видимо, разница между тем, что мы именуем классикой И просто хорошей пьесой Вот в этом, в том, что в классике конфликт неразрешим В плохой или даже хорошей пьесе, в общем, конфликт разрешим В классике неразрешим Никогда не поймем, почему три сестры не едут в Москву Никогда нам не станет известно, почему Раневская не продает вишневый сад И почему дядя Ваня пытается застрелить профессора Серебрякова А через 10 минут спускается вниз И говорит ему, ничего, ничего, буду работать как прежде Не волнуйся, буду посылать деньги Это жизнь К этому ведь прикасаемся Прикасаемся к этим неразрешимым конфликтам И тогда вся классика оказывается не мирным, спокойным полем, где спят захороненные, дезактивированные смыслы А полем боя И потому ведь не случайно, что эту русскую классику ведь мордовали Когда эта русская классика оказывалась, собственно, ну как бы единственным способом Некоего духовного противостояния Мертвящей абсолютно Тотальной вот этой самой идеологии Ну, вспомним там конец 60-х Да, танки в Праге Но ведь рядом с танками в Праге Вот в этом замечательном, мрачном сопровождении этих танков Погром русской классики На московской сцене Три великих пьесы, которые к советской жизни, казалось бы, никакого отношения не имели Ударяют по доходному месту Марка Захарова Уничтожают спектакль Так начинается биография этого режиссера Уничтожают Три сестры на Малой Бронной В постановке Эфроса И уничтожают замечательный, мистический, страстный, озорной, хулиганский Спектакль Петра Фоменко в Театре Маяковского Вот Петр Наумович вспоминает эту свою работу Тогда я очень любил эту работу У нас не было никакого очистения, что это опасно для жизни Потом приехала польская женщина Когда посмотрел один из Прагонского Пиоция Пиоция, это же крамола И у них больше страха был, куда больше, чем у нас Кстати, про страх Из чего твой панцирь, черепаха? Я спросил и получил ответ Он из мной пережитого страха И броненадежнее в мире нет Мы вот этой броней прятались Так вот там был такой восторг Такое счастье работы Вот этот восторг на костях, о котором говорит Фоменко Он там еще рассказал, Петр Наумович, замечательную историю Как один чиновник министерский, которому поручено было убить, закрыть спектакль «Смерть тарелки» Ну, приходил, не знал, с какого конца взяться Может быть, даже сочувствовал Фоменко Такое ведь тоже бывало И тот чиновник однажды сказал Вот я вчера пришел, подумал о вашем спектакле, поужинал, взял эту книжку почитать Прочитал этого сухого кобылина Так там же еще хуже в книжке Это одно из замечательных определений русской классики Там всегда еще хуже Советская власть вот этой всей мощнейшей системой запретов Как бы высекала из классики новые смыслы Ведь на классику эту годы у нас ходили как на демонстрацию Ходили слушать эти подтексты Ходили смотреть на эти метафоры Наслаждаться, как Фоменко говорит Вот этой самой восторженной крамолой Восторгом на костях Я должен сказать, что вообще говоря При том, что и режим изменился И ситуация другая, и страна другая Вообще вот этот восторг Узнавание себя в зеркале классики Он ведь, конечно, никуда не ушел Он остается И меняется, конечно, во времени, но жив Я и оперы уже видел такие Когда бас и пел Бориса в тройке Но бас выглядел, поскольку он был из Украины Он внешне очень походил на второго секретаря Харьковского обкома Это просто невозможно Я не мог смотреть И это курьезно все Ну вот Давид Львович сокрушается по поводу этого певца Который поет Годунова И выглядит как второй секретарь Харьковского обкома Но это уже сейчас явление вполне распространенное Это даже уже не замечается В сущности говоря, вот есть два способа Они были, есть, может быть, сейчас острее, чем когда бы то ни было Два способа отношений с классикой С классикой, подхода к классике Ну вот там у Пушкина есть, да, я понять тебя хочу Темный твой язык учу Это по отношению к темному языку жизни Но ведь это по отношению к классическому тексту, можно сказать И есть разные способы изучения вот этого темного языка чужой культуры Есть два способа, вот два театра по сути Ты что-то понял, и ты это, ты что-то почувствовал И ты это, так сказать, говоря современным языком впариваешь И в общем сам процесс ничего нового для тебя не несет Для меня такой театр всегда достаточно скучный Театр, потому что тогда с почти самого начала понятно, что будет до самого конца И есть другой, тот театр, который мне интересен И я надеюсь, вот тем, кто со мной занимается Когда при каком-то таком остром чувстве пьесы Которая все-таки всегда поверхностна Или, я скажу так, или не расшифрована Дальше начинается, если эта пьеса вызывает меня волнение И интерес, то я, значит, есть что в ней понять В ней понять, в себе понять в связи с ней Это какой-то такой сложный, такой комплексный диалог Вот когда ты понимаешь, что это происходит все с тобой и про тебя И что это ты был в том времени И это они теперь приходят сюда Вот возникают эти основные события в жизни русской классики На сцене, когда она распахивается, настежь Когда ее проветривают, просматривают как бы на вольном воздухе вековой культуры И вот это чудо распахивания смысла старого текста В большую культуру, в большое время Может быть, самое важное, что иногда, очень редко происходит в классике И тут все оживает И пространство, и актер, и режиссер, и публика оживает И, в общем-то, если вот это распахивание в большое время происходит Не важно, что ты ставишь Девятичасовую фреску бесов Достоевского с крайними вопросами бытия Или, например, берешь крохотный текст записок из-под поля Достоевского И там обнаруживаются все те же крайние вопросы Каждый человек есть особь Есть отдельная Я такой И если, и у меня есть, ну пусть, вот я умею так пальцем шевелить Вот и все, что я умею Но если вы не дадите мне пальцем шевелить Если вы запретите мне А у меня есть эта потребность для того, чтобы сказать Это я, тот, который пальцем так шевелю То я, я этим пальцем выковырю себе глаз Оторву ухо Потом ваш глаз Потом ваше ухо Потом выковырю все стены Взорву стены Взорву себя Взорву весь мир Только доказать, что я есть Что я тот человек, который пальцем так шевелит Но ведь и публика хочет пальцем шевелить И проблема этой публики сегодняшней Может быть, одна из самых главных Пусть скрытых, но на самом деле важнейших проблем Самого состояния театральной культуры Ведь произошел, конечно, тектонический сдвиг Может быть, мы не до конца сознаем это Но за последние 20 лет Вот во времена нашей относительной свободы Этот сдвиг произошел При общем взаимодействии вот этой новой публики Воспитанной искусством Воспитанной театром, телевидением Всем, чем хотите Взаимно создается на поток поставленная Новая культура сериалов, киллерских вещей Ужастиков, триллеров и так далее И вот эта публика все-таки нам помогает Вот этот шедевр не сделать клише Оживлять эти шедевры И почему вот, например, я перестала сегодня выходить У нас вот на сцену и вообще играть Потому что наша публика, во-первых, она очень изменилась А во-вторых, она стала как дети Абсолютные дети Вот Алла Демидова не знает, как сегодня Перед этой детской публикой Публикой, впавшей в детство Ошарашенной, как перед ней играть А Юрий Любимов с другой стороны берет проблему А что с актерами произошло? Вот теми самыми русскими артистами Которые так всегда дорожили И гордились вот этой своей душой Которой, казалось бы, ни у каких других артистов В такой могучей степени не было Что с ними-то, бедными, произошло? Вы знаете, мы так любим говорить о нашей душе Что она закрылась И сияет доллар Капитализм дикий С соответствующими выводами дикости Тут я человек жесткий и уверенный И уверенный за весь свой опыт Что беда, ссылка на душу Вот что душа у меня тут И вот эта душа, вы и видите во всех сериалах Эту душу Арабы лучше играют иногда, чем наши С такими переборами С такими безобразиями Все они чувства Таращатся, что-то мимику Как клоунаду Можно там у Полунина Но надо маску иметь Я бы поверил Крупнейшему мастеру Русской сцены Много чего Повидавшего на своем веку И у нас И за границей Конечно, встает вопрос о том Что делать с этой публикой Навстречу каким ожиданиям идти Или начать что-то продолжать Вернее, что-то впаривать Этой самой публике Или вспомнить Вот Марк Захаров в разговоре за мной Вдруг вспомнил о хэппи-энде Великой традиции Голливуда Не задуматься ли нам о том Что и нам бы этот хэппи-энд Позаимствовать Потому что чем уже сегодня Можно испугать Эту несчастную нашу публику Сегодня, после Беслана После Норд-Оста После чего После всего того Что мы видим каждый день Кого я могу напугать Чем я могу напугать Вот возвращаясь К некоторым ученическим работам Моих студентов Я говорю Ну да, вы пугаете Вот такие отношения в семье Страшные Знаете, что надо дальше сделать Чем еще пугануть Надо взять Закатать вену И прямо на глазах туда Наркотик Влить Вот И обязательно Чтобы сын жил с мамой Половой жизнью Вот Ну что еще Ну и еще там Несколько таких страшных Всяких страшилок Можно набрать Но Но сегодняшний зритель Который Столько у нас испытал И испытывает Он Да, он Да, он Будет смотреть На какие-то вещи Малоприятные И с пониманием Если не сделан И талантливо Но у него В конце Должно Остаться в подсознании Какие-то Классический знак Показывают Истинные черты Людей В которых мы узнаем Себя Других Это естественность А сейчас На смену этому Пришли слова Прикольно Клево Это Небезопасные слова Потому что Прикольно Заменило Слово Интересно Привлекательно Красиво Хорошо А клево Заменило слова Истинно Великолепно И это не просто Смена слов Потому что Прикольно И клево Это скорее всего То, чего просто Раньше не было Это не имеет Никакого смысла Но это Что? На что Оперто? Только на одно На сюрреализм Сергею Юрскому Кажется, что Со сменой слов Со всеми этими Прикольно Клево И так далее Наступает Ну, если уж не Конец света То конец театра Ну, можно к этому Голосу прислушиваться В этом есть резон Но можно прислушаться И к другому голосу Голосу комедианта Петра Фоменко Который Настрадался За свою жизнь И навидался Всякого Вот я его спросил Прямо На эту самую тему В взаимоотношениях комедиантов И жизни Леса жизни Театра и жизни Он ведь ставил Эту пьесу лес Главную метафизическую Русскую пьесу О взаимоотношениях Театра и жизни Ставил ее Дважды В разные времена Ставил в России Ставил на Западе Ну так что? Кто побеждает? За кем правда? Что будет с театром? Вот ответ Вера есть в театре Уверенности нет Панцирь Изобреченной любви Вера в театр есть Уверенности нет Но этим можно было бы и закончить Увертюру К нашей программе Растущий смысл Но у меня есть еще Одна прощалка Или скорее Постскриптум Ведь Программа готовится долго И голоса Которые сегодня Слышали К сожалению Не все эти голоса Остались с нами Ушел Голос Ушел Давид Боровский Замечательный мастер Я с ним разговаривал На мансарде Школы студии МХАТ И там в конце разговора Вспомнили фразу Михаила Михайловича Бахтина Перед смертью сказанную Мы знаем ее в передаче Другого замечательного Великого человека Юрия Михайловича Лотмана Фраза такая Нет мертвого смысла Нет ни одного мертвого смысла Который когда-нибудь не ждал бы Праздник Возрождения Я помню, как Давид Львович Тогда улыбнулся Пораженный яркостью Этой формулировки Я ведь в сущности говоря Боровский Да и те, кто сегодня участвовал В передаче И будут участвовать в наших передачах Они ведь и делают все для того Чтобы мертвый смысл стал живым И мне хочется посвятить Эту программу В памяти своего друга В памяти замечательного мастера Давида Львовича Боровского Который устраивал на нашей сцене Неоднократно Праздники этих возрожденных смыслов В следующий раз Мы поговорим О возрожденном смысле Как возрождался и не возрождался Смысл пьесы Которая в первоначальной авторской редакции Называлась Горе Горе Уму Смысл пьесы 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 Смысл пьесы